Итак, меня в одном, ну, в комментариях, в общем, под некоторыми моими видео про нарциссов и психопатов меня спрашивали, если вот психопат, он такой бесчувственный, он весь такой хладнокровный, у него нет чувства вины, стыда там и долго, ему всё пофиг, значит, всё как с гуся вода, то, значит, он так не переживает, как эмпат, и, наверное, у него нету психосоматики, или её очень мало, наверное, это очень здоровые люди. И нарциссы, да, вот они такие гадкие, они всех обесценивают, газлайтят, они, ну, в общем, как бы всех обливают грязью, а сами такие все белые и пушистые, наверное, благодаря вот такой ужасной натуре они не болеют. Значит, я развеиваю этот миф, и нарциссы, и психопаты болеют, и ещё как, особенно нарциссы. Это совсем, если какой-то отмороженный психопат, который просто вот робот, ну, может быть, у него не так много психосоматики, но это уже ближе к маньякам, это там какие-то маньячные фигуры, таких вот прям совсем отмороженных роботообразных психопатов, их мало. Всё равно это всё люди, у них есть свои чувства, у них много токсичных чувств, эта токсичность отравляет их, в том числе, изнутри. Значит, ну, мы все знаем, у нарциссов вторая часть — это ничтожность, да, грандиозность и ничтожность, поэтому им уже всё время надо балансировать, чтобы не завалиться в ничтожность, нужно всё время вот это, очень много сил отдавать этой грандиозности. Во-вторых, они часто злятся, они раздражаются, они завидуют, они могут себя съедать изнутри за что-то и так далее, просто они могут это не показывать, поэтому ещё как много разных чувств у психопата или нарцисса. Потом они тоже могут кого-то любить, кого-то ненавидеть, кому-то они привязываются, кому-то нет, и они могут переживать из-за потери того, к кому они душевно привязаны и так далее. То есть там тоже может быть очень много всякой психосоматики. Поэтому вот когда эмпаты говорят, что «Ой, как здорово, как хотелось бы быть психопатом, чтобы не испытывать такую боль душевную», это неправда, потому что, точнее, это ложное представление о том, что быть психопатом равно счастье. Повторюсь, я уже во многих видео это говорю, как раз самая основная проблема психопата и нарцисса, что они не могут быть до конца счастливы. А эмпат как раз может. Да, он будет переживать эмпат, у него много чувств, он более уязвимый, но это не значит, что он менее счастливый. Он более уязвимый, но он и более счастливый. А психопат, он может быть менее уязвимый, но он несчастливый. Продолжение следует...